Экскаваторы грязи не боятся. Дорожники перевозят в них ведра с водой и играют в баскетбол. В Аргарьевском районе выбрали лучшего машиниста-экскаватора. Водители состязались в рамках проекта «Славим человека труда». За битвой гигантов наблюдал Игорь Галаксионов. Вместо кольца бочка, вместо мяча красная каска. Николай Дементьев за управлением 30-тонного экскаватора. Делает бросок ковшом и забрасывает каску в бочку, словно профессиональный баскетболист. Не мешает ни снегопад, ни легкий мороз. Работать-то приходится и в более суровых условиях, объясняет Николай. Дама, да, по ночам работают. Может, слыхали, через финский залив дам будут строить. Вот там я работаю. И в дождь, и в снег, и в морозы, говорю же, что землю не вырвать. Приходится грызть ее. В Аргарьевском районе проходит конкурс мастерства среди экскаваторщиков. Первый в рамках проекта «Славим человека труда». Раньше лучших выбирали среди трактористов, литейщиков и сварщиков. Теперь есть отдельная номинация для машинистов-экскаваторов. Название лучшего претендуют представители семи компаний. Сначала сдают теорию по технике безопасности и устройству машин. Потом практика на каменном карьере. Здесь и игровой конкурс с баскетболом, и загрузка КАМАЗов на скорость. А также выезд на узкую платформу. На таких экскаваторы перевозят к месту работы. Стоит промахнуться на пару миллиметров, и машина перевернется. Чтобы ошибок не было, конкурсантов подбадривают коллеги. Данный конкурс действительно в Челябинской области проводится в первый раз. Необычность декораций фактически подтверждает суровость этой профессии. На самом деле, рабочие объекты, которые осуществляют свою деятельность, как раз механизаторы экскаваторов карьерных и, соответственно, дорожной техники. А это, пожалуй, самый ювелирный этап испытания. Экскаваторщик должен подцепить полное ведро с водой, сделать круг, поставить его на место, и при этом желательно не расплескать ни капли воды. Есть, друзья, аплодисменты! Точнее других забрасывает каски и носит ведра Алексей Ахмадуллин из Аргоиша. Его и признают лучшим экскаваторщиком Челябинской области. Сам Алексей уверяет, что специально трюкам не обучался. Просто стаж у него 14 лет, и с нестандартными задачами он сталкивается каждый день. Загрузил когда машину, и камешек остался на борту. Чтобы он не попал под колесо, его надо скинуть. Вот одним зубчиком берешь его, и раз, и скинул. После конкурса Алексей сосредоточится на работе. А уже весной ему предстоит всероссийский этап. И там аргояжский экскаваторщик тоже планирует стать лучшим. Игорь Галактионов, Артем Большаков, ОТВ